Есть ли родовое проклятие, и как оно передается, и как можно от него избавиться? Ну, в принципе, да, родовое проклятие существует. К сожалению, это реальная вещь. Как от него избавиться, как оно передается? Если родовое передается по линии, или по женской, или по мужской, зависит от того, до кого было наложено проклятие. Если она женщина, то по женской линии, через X хромосомы, которые она передает. А если через мужчину, то через Y хромосомы, которые, естественно, мужчины передает. Поэтому, что такое родовое проклятие? Это когда определенным воздействием изменяется структура хромосомы. К ней прибавляется определенная программа, которая нарушает нормальное функционирование. И сейчас она смерть закладывается, гибель, раны, смерть, болезни, и так далее, и так далее. К сожалению, это реально. И для того, чтобы снять родовое проклятие, нужно убрать тот прикрепленный, так сказать, вагончик проклятия, который был прикреплен к генетике данного человека. То есть для этого нужно понимать, что это такое. Нужно понимать, кто и как прикрепил это, за что и почему. И иметь, естественно, понимание, знания и умения, чтобы это все убрать. Вот и все. То есть это реальные вещи, к сожалению. И, к сожалению, делаются часто несправедливо такие вещи. Иногда справедливо. Потому что зачем накладывать проклятие? Потому что если человек совершил что-то, то есть грех, действие отрицательное, то в момент действия человек сам себя наказывает. То есть изменение происходит и так. Накладывать проклятие, это значит, что того, чего нет, накладывать на человека. Чаще всего это несправедливо. Поэтому можно убрать и нужно, просто нужно знать, как и что. Так, сколько у нас осталось времени? Полчаса еще для ответов. А бывают справедливые проклятия? Справедливые? Ну, в какой-то степени можно сказать, если человек сотворил что-то такое, и за это его проклинают. Да, но в принципе проклятие само по себе неправильный подход. Понимаете? Проклятие, кто-то проклинает, он запускает очень отрицательный механизм. Потому что, понимаете, есть, с моей точки зрения, вот когда человек действует, в момент действия он действительно получает изменение себя на уровне генетики, и так это передается родовое. Почему вот ситуация бывает, очень много тех, кто действительно творил зло, их дети и внуки потом раскребывают за это. Они больные, в сумасшествии, сейчас же самоубийство, очень много. Вы знаете этот факт? Почему? Потому что вот по генам передается это. Поэтому, когда человек совершает действия, он уже в этот момент себя наказывает сам. Вопрос, а когда человек проклятие, накладка на него, это уже в любом случае черная магия, в любом случае. И тот человек, который запускает механизм, он сам по себе вредит и себе, и тому, кто делает. Правда, существуют методы, которые делают, очень хитро некоторые, они создают себе, вокруг себя окружают своими адептами, сотнями людей. И вот все отрицают, что они что-то гадостью творят, а все отрицают, что идет не на них, а рикошетом тому, кому не следует. То есть сбрасывают на других и страдают не они сами, а люди, которые это никакого отношения не имеют. Это еще больше. Но, понимаете, все это нужно, вещи нужно понимать, знать, и бороться с этим нужно осознанно и грамотно, иначе вы доломаете дров. Продолжение следует...